Итак, данное видео это небольшая инструкция об эксплуатации сэмплера Abergame DPX1 совместно с эмулятором дисковода. Эмулятор дисковода установлен в отсек 5.25, состоит из дисплея, трех органов управления, индикации работы, индикации активности, а также переключателя питания. В своей работе эмулятор использует образы, которые располагаются на MMC карточке, это может быть SD карточка, MMC карточка, либо SD карточка высокой емкости, SDHC. Соответственно поддерживаются образы до 4 ГБ на SD карточке, до 32 ГБ на SDHC карточке. Для того, чтобы эмулятор правильно опознал SD карточку, на ней должен присутствовать файл конфигурации, который должен располагаться в корне этой карточки. Также в корне должны располагаться все образы дискет, которые эмулятор эмулирует. Образы дискета находятся в специальном формате, конвертация этого формата осуществляется посредством программного обеспечения на компьютере. Итак, рассмотрим, как работает эмулятор. SD карточка может быть вставлена до включения, либо во время работы, без разницы, эмулятор ее опознает корректно. Итак, сейчас я включил сэмплер. Здесь высветился последний образ, который был загружен. Сэмплер написал, что нет дискета. Нет дискета, потому что высветился образ, но он не был выбран для работы. Вот, например, я выбираю образ. Посредством двух зеленых кнопок плюс-минус я могу листать эти файлы, которые находятся на флэш. А посредством красной кнопки в середине я выбираю, так скажем, подтверждаю то, что я буду загружать этот образ. Итак, я нажимаю. Сразу высветился тракт 2. Это позиция головки, так называемой эмулируемой головки дисковода, где в настоящий момент находится эмулятор. Вот, плюс тут же загорелась зеленая лампочка, означает то, что эмулятор готов к работе. И можно нажимать кнопочку Load Disk. Пошла загрузка. Эмулятор определил образ, как дисковод Е2, эмулятор Е2. И то, что идет загрузка, мы видим на дисплее. И переключаются треки. Количество треков зависит, конечно, от емкости эмулируемого диска. И в данном случае, поскольку это диск с озвуками, оно от диска к диску различается. Потому что один диск больше занимает, другой диск занимает меньше. Итак, дисковод остановился на Track 69. Это последняя дорожка этого эмулируемого диска. И дисплей Абергейма говорит о том, что, собственно говоря, он готов к работе. Все, инструмент работает. Здесь с эмулируемый дискет, и он загрузился корректно. Теперь рассмотрим загрузку следующего диска. Для этого нам надо тот диск, который мы только что загрузили, снять с загрузки. Удерживанием красной кнопки. Пролистать, допустим, на следующий образ. Это опять образ сэмплера эмулятора E2. Сейчас он загружается. В данном случае загрузка остановилась на 71 треке. Я не знаю, сколько хорошо это видно на видео. В данном случае мы слышим следующий диск со звуками. В данном случае, если мы хотим сменить SD-карточку, первое, что необходимо сделать, это разблокировать файл, чтобы появилась надпись «Выберите файл». Теперь мы карточку можем спокойно вынуть. Эмулятор написал, что не установлена карточка. Это правильно. Соответственно, после того, как мы вставим, эмулятор опять напишет «Приветствие», и мы можем выбирать другие файлы. Я выбрал опять образ, подтвердил нажатием на красную кнопку, где горела зеленая лампочка. Идет работа с карточкой. Пока горит зеленая лампочка, то есть означает, что идет работа с карточкой, карточку вынимать нельзя. Нажимаю «Load Disk». Опять диск E2. Остановился также на 69 треке, как первый диск. В данном случае, поскольку этот эмулятор эмулирует работу верхнего дисковода 3,5 дюйма, с точки зрения сэмплера Obergame, в системе может находиться только один дисковод 3,5 дюйма. Именно поэтому совместное использование и эмулятора, и дисковода единовременно недопустимо. Дисковод в настоящий момент отключен шлейфом. Для того, чтобы его подключить, необходимо снять верхнюю крышку и подключить кабель. В то же время, этот же самый кабель отключить от эмулятора. Теперь давайте рассмотрим загрузку с других эмулируемых образов. Например, с дистетты от Ensonic Mirage. Для этого я отключаю тот образ, который сейчас подключен. Поднимаю карточку. Вставляю другую карточку. По устройству формата данных, карточка представляет из себя то же самое, что и предыдущая карточка. То есть на ней присутствует файл конфигурации, который определяет, как работает этот эмулятор. А далее образы, эмулируемые образы. Ну, допустим, я выберу такой образ. На дисплее обергейм уже появилась надпись EN, означает, что загрузка идет с образа Unsonic. Эти образы загружаются чуть побыстрее, потому что их обергейм сам по себе загружает быстрее. Чуть больше треков у них. На этом все. Итак, теперь посмотрим, как файлы на SD-карточке устроены внутри и как они там располагаются. Я беру SD-карточку, вставляю ее в USB-адаптер. Теперь подключаю к компьютеру. Соответственно, она полностью доступна для чтения. И посредством переноса образа в 10-карточке, тем самым я их добавляю для эмулятора. Первый файл, который обязательно должен присутствовать на этой карточке, это файл с расширением KFG. Как я уже сказал, этот файл определяет конфигурацию устройства. И благодаря нему карточка опознается эмулятором. В отсутствии этого файла эмулятор с MMC-карточкой или SD-карточкой работать не будет, поэтому он там обязательно должен присутствовать. Ее достаточно скопировать с другой карточки, то есть никаких специфических процедур по подготовке этого файла не требуется. И далее находятся те самые эмулируемые образы, которые могут иметь любое расширение. Вот в данном случае эти образы вообще без расширения. Я просто-напросто убрал точку, чтобы они проще читались с дисплея. Вот, и пронумеровал. Подход здесь может быть индивидуальный, но, опять же, эмулятор позволяет добавлять любые файлы с любым расширением. В том случае, если длина имени файла не помещается на экран, она прокручивается. Сейчас бы я хотел показать механизм правильного включения сэмплера. Заключается он в следующем. Самое простое, когда SD-карточка не влокнута, сэмплер выключен. После включения мы дожидаемся, пока сообщение «Loading disk пропадет». Это означает, что в данный момент сэмплера просил все, возможно, подключенные к нему дисководы. И теперь, только теперь он готов к работе. Вставляю карточку. Выбираю образ. Допустим, вот этот. Теперь он загружается корректно. В том случае, если работу с эмулятором начинать сразу после включения, в этом случае сэмплер выдаст ошибку либо NF, NOT FORMATED DISC, либо DE, что означает DISC-ERR. И после этого следующий диск может быть загружен только после полного отключения питания сэмпера. Также существуют ситуации, когда происходит, допустим, каковременное отключение питания, либо же вы просто выдергиваете флешку. И в этом случае всегда перед тем, как вынимать карточку из эмулятора, необходимо отключить доступ к этому образу, чтобы появился choose a file. Это означает, что в данном случае теперь флешку можно вынимать спокойно. В том случае, если флешка выдернута неправильно, то есть в тот момент, когда, допустим, происходит либо чтение с образа, либо же он просто находится в режиме, когда эмулятор готов с ним работать, либо, опять же, происходит кратковременное отключение питания, то, возможно, ситуация, когда сам образ на SD-карточке, он будет поврежден. Именно для этого я рекомендую хранить резервные копии образов на тот случай, если с одним из образов это случилось.